здравствуйте дорогие гости и подписчики нашего канала как правильно убить в сегодня я хочу поговорить о хорошем сериале который называется победители снятым в 2017 году то есть в общем-то сериал достаточно старенький я его посмотрела тоже давно но как-то все не было повода о нем говорить и вот этот повод нам представился потому что под роликом который посвящен сериалу воскресенске одна из наших подписчиц оставила нам совершенно замечательный комментарий который я вам сейчас за что он посвящен комментарию к другому ролику поэтому несколько вырван из контекста и все же мне кажется значительно более русским сериал победители он где-то пересекается с воскресенским по тематике но как художественное произведение на мой взгляд более убедительным вся та же русская дурость и безрассудство значительно более мотивированные феминистки очень приличная работа операторы и так далее но сюжет более плавный нет клиповой разорванности и что мне кажется важным для русского детектива там есть задушевность слава богу без соплей и слюней сериал не новый но я только недавно на него случайно наткнулась к сожалению он не завершён мне этот сериал понравился еще и тем что это эпоха плевака кони короленко где важнее было оправдать а не осудить и адвокаты становились героями и победителями вот только какой ценой и всегда ли оправдана кстати это время и молодого ульянова адвоката о деятельности которого в этой роли не очень известно вот такой вот замечательно очень интересный комментарий который собственно вот и послужил поводом для этого ролика если хотите я могу представлять ваши интересы в среде что я хочу сразу сказать дорогие подписчики дорогие гости канала вообще это очень распространенная ошибка на самом деле анатолий федорович кони никогда не был адвокатом как-то вот так сложилось что его почему-то всегда упоминают в связи с адвокатской деятельностью нет все с точностью да наоборот анатолий федорович кони он прокурор обер прокурор уголовного кассационного департамента совершенно замечательный человек но как же так случилось как могу получиться что обер прокурора постоянно смешивают с адвокатом что за информационная ошибка скорее всего я так полагаю это связано с тем что он широкому кругу читателей известен по своим мемуаром мемуаром посвященным судебные реформы 1864 года и вот как раз там в этих мемуарах он огромное просто место отделяет именно адвокатуре русской адвокатуре и российской империи он пишет об этом с большим интересом с большим чувством и действительно необыкновенно интересно в частности очень много уделяет времени в этих мемуарах левака федору никифоровичу человеку совершенно необыкновенному его биография настолько многократно и многогранно и интересно что естественно что в рамках этого ролика рассказать ее просто нереально поэтому просто чуть-чуть коснусь этой истории в связи вот с этим вот сериалом почему да потому что дмитрий константинов сценарий сценарист который писал сценарий для этого сериала в одном из интервью указал что когда он прописывал образ главного героя за основу он взял именно биографию и личность федора плевак для того чтобы выиграть в суде тебе нужен фокус господин присяжный поверенный будете говорить да конечно ваша честь плевака конечно человек абсолютно неординарные такие рождаются раз в сто лет и в общем-то являются лицом своей системы во-первых если говорить о самой реформе 1864 года то она очень многое изменила в судебной системе эта реформа проведила была проведена в 64 году в 66 году впервые в истории российской империи в метрофаневском зале кремлевском было проведено судебное заседание под председательством снилкова андреевского в котором впервые принимали участие присяжные заседатели присяжные поверенные так называемые адвокаты и люди той поры адвокаты той поры вот собственно почему мне и очень понравился сериал они были пионерами они были вот энтузиастами вся их работа вся их служба она строилась на энтузиазме это были действительно победители это были люди которые на собственной харизме на собственном мнении на собственном таланте строили свои выступления в суде и собственно вот заложили основу вот этой вот культуры адвокатской федор плевака очень тщательно готовился к судебным заседаниям и ему в противовес кони в своих мемуарах всегда выставлял князя александра урусова князя александра урусова который тоже прославился своими выступлениями в частности в этих мемуарах можно почитать о знаменитых схемах урусова совершенно потрясающие концентрические круги которые были простроены перед выступлением и в этих концентрических кругах князь александр урусов проставлял факты выводы наблюдения какие-то основные положения которые он использовал в суде вот эти вот знаменитые концентрические круги урусова о них и до сих пор много говорят кстати при своих выступлениях в суде он использовал еще тактику которые сейчас профессионалы тоже используют он начинал защиту самых самых незначительных самых легко опровергаемых фактов постепенно переходя к фактам которые уже опровергнуть невозможно каким-то вот более серьезным вещам федор плевака готовился к своим выступлением совершенно по-другому если он там и составлял какую-то речь заранее то очень приблизительно в виде каких-то тезисов плана но всегда на полях рядом с какими-то напротив каких-то тезисов ставил слово фейерверк его ученик маклаков писал в своих воспоминаниях об этих фейерверках писал он следующее плевака разразился такой тирадой которую действительно нельзя было лучше назвать как фейерверк тут были цитаты из евангелия и ссылки на суд уставы и примеры запада и во званию к памятника александра второго стоявшему перед зданием суда и отношение к самому суду и у князя урусова и у федора плевака было разным плевака считал что адвокатство это не просто дело его жизни это святая миссия это не все по защиту справедливости и он писал о том что суд российский это совесть россии князь урусов относился к судам более прохладно он считал что ну пусть будет хотя бы так за неимением лучшего ну может быть здесь знаете сказывается разные происхождения это все-таки такая княжеская точка зрения а федор плевака все-таки был человек простой из разночинцев и соответственно он получил такое вот воспитание он рос совсем в другой среде и он совсем по-другому понимал людей и вот в частности в своих дневниках он пишет своем дневнике даю себе слово брать уголовные дела где есть психологический интерес или общественные тенденции или есть сильные данные что гроза собралась над честным человеком напрасно оговоренным его врагами то есть вот такой человек такой структуры такой силой мысли такой харизмы был взят сценаристом сериала победители для того чтобы обрисовать для того чтобы создать образ главного героя еще в письме нашей подписчицы упоминался ульянов владимир ильич впоследствии ленин который действительно если верить архивным данным с 1891 по 1892 год служил адвокатом собственно как это произошло люди родом из советского союза те кто ходили в советские детские садика и заканчивали школу в советском союзе те прекрасно помнят так называемую линии не а ну это книжки про ленина это книжки в которых описывались описывалась жизнь ленина вот что мне хочется напомнить просто какие мысли приходят сразу в голову полиция ворвалась в университет и арестовала непокорных студентов уже в 17 лет володя ульянов познал тюрьму царские власти не разрешили ему учиться ни в одном университете он решил самостоятельно пройти программу за пятилетний курс университета в 1891 году владимир ильич отлично сдал экзамены за весь курс университета и стал помощником присяжного поверенного адвокатом он защищал бедных крестьян которых царское правительство привлекало к суду книга называется дорогое имя автор зои воскресенской ну по этой линии они конечно очень многие люди ну большинство скажем так советских людей воспринимала в общем-то ленина как защитника несчастных бедных крестьян которых вот царская полиция гадская вот увозила в участок сажала в тюрьмы за разбой и за пьяные дебоши за нападение за изнасилование за кражи вот такая вот царская полиция несчастных крестьян бросала в тюрьмы там чтобы одного крестьянина приволочь трех полицейских надо было вызывать но вот по таким вот рассказкам отюнингованным очень приглаженным советские дети советские взрослые знали о том что ленин был вот защитником крестьян но на самом деле дело обстояло немножко по-другому если верить архивным данным которые до какого-то времени хранились в городе самара было известно что действительно за участие в бунтах студент ульянов был отчислен из университета причем с так называемым волчьим билетом но это нужно признать человек он был трясающе одаренный и поэтому он действительно самостоятельно дома прошел курс пятилетний университета и блестяще сдал экзамен в санкт-петербургском университете после чего в 1891 году он приехал вернулся обратно к семье в самару где поступил на он поступил на службу к уже состоявшемуся старому адвокату андрею николаевичу хардину если я не ошибаюсь если я правильно помню фамилию и отслужил него полтора года полтора года это как мы понимаем 18 месяцев за эти 18 месяцев он с блеском провел 20 дел почему собственно вот помощник адвоката проводил сам самостоятельно дела ну потому что тогда но в общем то и сейчас огромное количество жалоб и поэтому помощник присяжного поверенного имел право самостоятельно вести какие-то дела и что удивительно вот поглядите он провел 20 дел 14 из них были уголовные 16 из них были уголовные 4 гражданские и из этих 16 уголовных дел 5 это в общем то оправдание в остальных случаях ему удалось значительно смягчить наказание о чем это говорит это говорит о том что действительно человек неординарный то есть он обладал необыкновенной харизмой он обладал даром убеждения он умел правильно грамотно расставить приоритеты выставить улики защиту и убедить толпу в своей правоте но и собственно как мы знаем ну наверное поколение это родившиеся после перестройки уже мало знают а старше поколение знает что человек конечно добился больших высот и стал в общем-то лицом вождем мирового пролетариата но это вот если совсем коротко если ответить на письмо нашей читательницы там еще упоминается короленко но про короленко позвольте мне рассказать в другом ролике и немного в другом контексте потому что разговор действительно интересно не хочется просто все валить в кучу но возвращаясь к сериалу победители что хочется еще сказать хочется сказать что в нем очень неплохо очень грамотно показана именно вот адвокатская кухня как люди готовятся к суду как они выступают как это все проходит вот кстати фотографии ульянова ленина молодого для молодых людей которые не в курсе но сериал победители помимо адвокатской линии очень ясно и четко замешан конечно же на любви и любовная линия очень глубоко вписано в сюжет что там собственно происходит 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 вот что самый молодой самый романтичный самый ранимый из трех друзей адвокатов михаил заварзин переживает в начале своей карьеры в общем-то достаточно серьезную психотравму что же произошло у молодого человека на произошло вот что в силу своей романтичности внушаемости он влюбляется в свою подзащитную в преступницу которая всеми силами внушает внушает ему вот это вот чувство влюбленности и убеждает его своей невиновности просто будут совершенно в наглую используя чувство молодого адвоката и получается так что в силу многих обстоятельств дело он это развалил в связи с чем он понимает что его использовали и практически отходит от дел ну такие в общем-то травмы где мешается долг и чувство они не проходят бесследно поэтому молодой человек уходит в искусство в творчество он пишет пьесы его друзья близкие имеют неосторожность эти пьесы похвалить и вот в одном из театров ставится спектакль по его пьесе и он на правах автора присутствует на репетициях присутствует при всем этом процессе и вот перед самой премьерой на самой последней самой важной репетиции актриса которая играет одну из главных ролей и в которую молодой адвокат уже тайна пылка и давно влюблён она убивает человека как она его убивает очень просто по ходу действия она должна взять пистолет и выстрелить в своего партнера и и вот эта актриса берет пистолет стреляет в партнера и убивает его потому что некий злоумышленник перед самой репетиции подменил вот эту вот театральную бутафорскую хлопушку на боевое оружие вот таким вот образом происходит убийство и влюблённый вот этот михаил заварзин естественно бросается на помощь даме сердца и и главный герой николай андронов вот тот самый который списан с нашего федора плевака боясь чтобы его молодой друг снова не наступил на одни и те же грабли чтобы он не получил еще более серьезную травму чтобы она не закрепилась него он берется за это дело он самый старший самый рассудительный и поэтому у него есть все шансы найти настоящего убийцу третьего друга сыграл никита ефремов прекрасно совершенно сыграл собственно как и все остальные актеры фильм снят замечательно сюжет на пятерку детективная составляющая отличная поэтому я с чистой совестью рекомендую вам для просмотра сериал победителя 2017 года выпуска книга записана story tell story tell жизнь в историях елена миллер полнолуние труп и черный циферблат читает софия эрнст а а а а Субтитры создавал DimaTorzok